ОСЕТИНСКУЮ СКАЗКУ Жили-были бедняк и три его сына. Мать их умерла, и отец женился на другой женщине. Сыновья не ладили с мачехой и подумали, уйдем отсюда куда-нибудь, чтобы постоянно не ругаться с ней. Братья сказали своему отцу, «Решили мы найти себе работу, а тебя мы не забудем, если только кто-нибудь из нас будет в живых». Расспрашались они с отцом и отправились в путь. Сколько времени они шли, кто знает. И вот попали на развилку трех дорог. На столбах у каждой были надписи. На правом столбе было написано, «Пойдешь и вернешься обратно богатым». На среднем столбе «Пойдешь и вернешься обратно живым». А на левом «Пойдешь и найдешь здесь гибель свою». Старший брат сказал, «Я пойду по правой дороге». Средний брат сказал, «Я средний брат и пойду по средней дороге». Отвечает тот. «А я в таком случае пойду по левой дороге», говорит младший брат, «по дороге, которая предсказывает мне гибель». «Счастливого вам пути». Двое старших братьев отправились по избранным ими дорогам, а младший направился по своей. Дорога пролегала через лес. Шел он, шел, кто знает, сколько времени, и вот застал его в пути вечер. Чтобы звери не тронули его, он залез на дерево и собрался на нем переночевать. Ночью под дерево пришли черти и повели между собой разговор. Один из чертей рассказал, что он сегодня обманом раздобыл художин денег и спрятал его вон под тем деревом. На рассвете черти исчезли. Молодой человек слез с дерева, отыскал то место, на которое указывал черт, и забрал художин с золотом. «Что мне теперь еще нужно?» сказал сам себе молодой человек. Возвращусь с ним домой. И он повернул обратно. На второй день дошел до развилки дорог и сказал себе, «Ну, иметь богатство – это хорошо, но братья дороже. Если я явлюсь к отцу один без них, деньгам он не обрадуется. Пойду-ка я поищу, братья!» И он пошел по средней дороге. Шел, шел, и в пути застал его вечер. Увидел он дом и попросился на ночлег. «Гость, божий, да, заходи!» ответила женщина. «Хозяйка дома!» И завела его в дом. Накормила она его. А молодой человек спросил. «Прости меня, добрая женщина, есть ли у тебя муж? Как ты в одиночестве живешь здесь?» Женщина ответила ему. «У меня есть муж, но ночью у нас угнали конский табун, и он отправился в погоню за разбойниками». Юноша обратился к ней. «Не найдется ли у вас коня и оружие? Я тоже поехал бы в погоню. Может быть, он один не справится с теми, кто угнал ваш табун?» «Конечно, есть!» сказала женщина и дала ему коня и оружие. «Отправился младший брат на поиски. Скакал, скакал, пока не увидел каких-то людей и коней. Подъехал ближе и понял, что это разбойники не отдают хозяину его коней. Тогда юноша схватился с ними и стал их истреблять. Хозяин конского табуна удивился. «Что за диво? Кто мне помогает? Я его не знаю». Вдвоем они перебили многих, а остальные бежали, бросив табун. Юноша вместе с хозяином коней возвратились обратно. Хозяйка уже встречала их, приготовила ужин. Сели они угощаться, и хозяин говорит ему, «Ты отбил мой табун и спас меня самого. Скажи, как ты попал сюда? Кто ты и что ищешь?» Гость рассказал ему обо всех своих приключениях и добавил, «Ну, а теперь мне пора вас покинуть». Тогда хозяин сказал, «Мы должны тебя отблагодарить. Что ты хочешь получить от нас?» Молодой человек отвечает, «Я прибил к тебе не за подарками, но ты местный житель. Вот скажи мне, что тебе известно о моих братьях?» «Ну, это легко», отвечает ему хозяин. «Пойди дальше, по той дороге, по которой ты шел. Дойдешь до табунщика, который пасет алдарских коней. Это и будет твой брат». И он подарил ему дорогие ткани и на прошание сказал, «С сегодняшнего дня мы братья». Юноша отправился в путь. Через некоторое время увидел дом, постучался. Хозяин встретил его словами, «Здравствуй, добрый гость», и пригласил его в Кунацкую. Там он усадил гостя около себя и спросил, «С чем пожаловал юноша в эти края?» «Я ищу своего брата. Скажи мне правду, не у тебя ли он?» «Действительно, есть у меня такой человек», ответил алдар. «Он пасет моих коней». И хозяин послал позвать своего пастуха. Обрадовались братья друг к другу и крепко обнялись. Алдар убедился, что это действительно братья, и отпустил своего работника. Братья попрошались с ним и отправились к себе домой. Доехали они до развилки трех дорог и вспомнили про своего старшего брата. Младший брат спрашивает среднего, «Не вернуться ли мне обратно на поиски нашего старшего брата? Как ты полагаешь?» А средний брат отвечает, «Может быть, он уже дома? Поищем его сначала там». Приехали они домой и действительно застали там старшего брата. Очень рады были братья друг к другу. А отец растерялся и даже не знал, кого из сыновей больше ласкать. Так приятно было ему их возвращение. Младший брат подал отцу дорогие ткани и сказал, «Это тебе и матери нашей на одежду». Отец с радостью принял подарки. Затем младший сын высыпал из Хурджина целую гору золотых монет. На них братья построили себе дома. Все они, отец, мачеха и братья, стали жить ни в чем не зная нужды. С того времени мачеха стала им как родная мать. И все они жили дружно и шанс. До новых сказок, дорогие мои! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова